муж я попросил позволь мне перед кончиной повторить евреям тору самого начала я хочу разъяснить все трудные места и детали законов тора это написано медраше то есть в устной торе и вот мы с вами про все тора предназначен для того чтобы исправить эгоизм человека значит здесь возможно какие-то непонимание неточности проблемы в пути когда сталкиваешься с различными в себе проявлениями такими относительно себя относительно общества поэтому необходимо здесь еще раз еще раз дать человеку четкое наставление на то чтобы он правильно работал с этим двигаться вперед очень интересно это происходит перед тем как больше знает что он не войдет землю израиля и он хочет народу еще раз объяснить это и отправить его он не может войти ему потому что не это они не с его не с его силой не с его свойством это свойство абсолютной отдачи войти в землю израиля потому что туда входишь для того чтобы воевать за эту землю завоевывать ее а муж и находится на этом уровне он находится на уровне чистой беды вот и поэтому вся его работа заканчивается именно на этом отрезке от получения торы и да но и в египте мы уже не говорим вот получение торы до ее освоения вот первый период освоения торы они прошли в течение сорока лет так называемых ее адаптации внутри себя а теперь они и за это время они все умирают умирает в них весь этот эгоизм с которым они вышли из египта то есть исправляется полностью на отдачу и теперь они должны с этим свойством отдачи что называется начать работать еще чтобы свой эгоизм этот не просто приподняться над ним это называется быть 40 лет в пустыне приподниматься над всеми эгоистическими желаниями а теперь они должны начать преобразовывать все эти эгоистические желания на альтруистические это также как есть баранование когда ты перепахиваешь землю когда ты ее переворачиваешь и только тогда она становится возможной для того чтобы в ней проросли дерево дерево допустим или семена там да только так и здесь поэтому есть для вспашки он не он не готов он это не его это не его сила это уже применение к более низкому свойству эгоистическому земле израиля которая не является еще землю израиля она будет землю израиля когда ее завоюют а сейчас она земля семи народов которые не существуют